Ассалам алейкум! В эфире телеканала ННТ Новости Дагестана, в студии Карим Даниев и в начале коротко о главном. Махачкала получила новый трансформатор, но решит ли это все проблемы со светом? О чем еще говорили на совещании у главы региона? Смотрите через минуту. Детям ходить негде. Сколько раз было машина проезжать на скорости, из-под машины мы вытаскивали детей. Здесь вот, там видите, по этой жизни как можно? Спасибо. Вот так можно? Так можно? Махачкала проблемная. Жители одного из микрорайонов столицы республики просят городские власти обратить внимание на состояние дороги. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Рекорд России за дагестанцем. О том, что такое строгий подъем на бицепс, узнаем в спортивном блоке новостей. Глава Дагестана Сергей Меликов провел еженедельное совещание с органами власти. Обсуждались вопросы повышения качества электро- и газоснабжения населения республики, а также работа с обращениями граждан, поступившими в ходе недавней прямой линии. Слово Ларьяни Шамхалаевой. Новый трансформатор на подстанции Махачкала-110 уже введен в работу. И по мнению специалистов, это должно решить проблему с частыми отключениями электричества в ряде районов столицы. Такой же трансформатор планируют установить и в Каспийске. Тогда были массовые отключения, то есть отключения произошли в основном на бесхозных сетях. Там, где мы, соответственно, в 2021-2022 году проводили мероприятия при подготовке к зиме, отключений на этих объектах не было. То есть считаем, что эту работу нужно производить дальше. Руководство регионального Газпрома отчиталось о причинах сбоев в работе системы газоснабжения. В том числе речь шла о возгорании в квартирах жилых домов по улице Лаптиева. На сегодняшний день подача газа возобновлена, за исключением квартир, которые пострадали от пожара. Предположительно, причиной ЧП стал резкий скачок давления. В ведомстве проходит внутренняя проверка, возбуждено уголовное дело. Руководство регионального Газпрома отчитано, что на следующем оперативном штабе, пожалуйста, начать с доклада о максимизации потери и ущерба, которые принесли граждане города Лаптиева. Говорили на совещании и об обработке обращений, которые поступили на прямую линию с руководителем республики. Более 4,5 тысяч вопросов. Вопросы касались энергетики и благоустройства территории, качества дорог, образования и здравоохранения. Глава региона поручил соответствующим структурам усилить работу в этом направлении. Ларьяна Шимхалаева, Мурат Бекбарзов, новости ННТ Махачкала. Между тем, многие вопросы, с которыми обращались дагестанцы к Меликову, уже решаются. Так, в микрорайоне Эль-Таф приступили к устранению неполадок с энергообеспечением. Напомним, в ходе прямой линии к главе Дагестана с данной просьбой обратилась супруга военнослужащего. Она рассказала, что на участке 69-го микрорайона Эль-Таф, где живут несколько семей участников специальной военной операции, в районе улиц Соломиной, Лиственной и Пустынной, происходят частые перебои со светом. На противном возле, нам надо установить КТП, чтобы запитать. Потому что здесь слабое напряжение очень. Мы это знаем, здесь девятый фидер у нас. Здесь нужно новое строительство. Здесь тоже надо хотя бы 630 КТП установить, трансформатор. На месте специалисты осмотрели несколько подстанций и подготовили предложения по решению проблемы, которые будут направлены руководству города и компании Россети Северный Кавказ Дагэнерго для рассмотрения. Представители администрации города Махачкалы провели встречу с жильцами семи многоквартирных домов по улице Эльзы Ибрагимовой. Они также в ходе прямой линии обращались с просьбой заасфальтировать подъездную дорогу. Все время этим занимались люди за свой счет, что не позволяло привести ее полностью в надлежащее состояние. После сильных дождей пешеходам и вовсе невозможно было добираться. Также были озвучены пожелания о благоустройстве придворовой территории и установке уличного освещения. Первый необходимый вопрос здесь решить – это землей, которая в самом начале дороги находится. Пока не решится вопрос с земельными участками, здесь дорогу благоустроят и делают ливневую канализацию. После решения вопроса с земельными участками мы здесь определим объемы работ по ливневой канализации. Посмотрим ближайшую точку для сброса. Совместно с теми работами, которые сейчас проводим по капитальному ремонту ливневой канализации и совместно решим вопрос с земельными участками этих домов. Чтобы мы в дальнейшем могли обустроить подъездную дорогу, обустроить тротуар и проезжать часть дороги. А вот до жителей Махачкалинского микрорайона Пальмира представители администрации еще не дошли. Люди просят власти сделать ремонт дороги и привести в порядок канализационные сети. Бетонное покрытие было уложено 6 лет назад и уже пришло в негодность. А тротуары, предназначенные для безопасного передвижения пешеходов, и вовсе отсутствуют. Подробнее о проблеме Патимат Ханапова. Детям ходить негде. Сколько раз было машина проезжать на скорости, из-под машины мы вытаскивали детей. У нас, когда во время паводков, здесь вообще, можно сказать, на подводные лодки до Туралей можно доехать. Эта дорога для пешеходов – настоящая полоса препятствий. Лужи, грязевая жижа и мусор по всему периметру. Ремонта здесь не было уже много лет, да и асфальт проложен вовсе не по нормативу. Нет ни тротуаров, ни дорожных знаков. Наши дети не по тротуарам ходят, а по дороге. То есть, вероятность, опасность, что их сбьют. Здесь вот, сами видите, по какой, по этой жизни как можно? Вот так можно? Вот так можно? У нас подвалы затопили, кухню затопили, мебели испортились. Мы уже в таком отчаянном положении, состоянии находимся, что мы хотим уже перекрывать дороги, но нельзя же вынуждать людей на это. Так стоит пойти осадком, как все недостатки дорожного покрытия налицо. Тут тебе и ямы, и открытые люки, которые забиваются мусором, из-за них своевременной ее ликвидации. Проблемы это комплексные. В первую очередь надо решить проблему с канализацией, потому что если ее не решить, вода остается и дорога разрушается. И сколько мы дорогу не делали, то есть администрация не будет делать дорогу, она будет разрушаться, если канализации не будет. Канализация забивается из-за того, что мусорки не установлены только здесь. Надо установить по всему поселку мусорки, чтобы со всех сторон сюда не таскали мусор. Если даже на час опоздает машина, мусор выпадает с башков и закрывает. Он несется по всем улицам, ветром несет его. Протяженность улицы более двух километров. Здесь проживают более ста семей. Люди уже подготовили обращение к властям с подписями жильцов и просят нового мэра Махачкалы Резвана Газимагамедова обратить внимание на их проблему. У нас вопросов много, достаточно накопилось. Мы хотим представить и обсудить эти вопросы. Мы приглашаем их сюда, в район Бальмира. Мы увидели сами, свои глаза выделили, вопросы. Мы представим, какие вопросы. У нас достаточно вопросов. По тематам Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Скажи наркотикам нет. В автодорожном колледже Махачкалы прошла профилактическая встреча со студентами. В мероприятии в качестве экспертов выступили представители госнаркоконтроля, муфтията, а также известные спортсмены. Выступающие говорили о пагубности любых видов наркотиков, важности здорового образа жизни и выбора хорошего окружения. Видите на странице МВД республики, в соцсетях, каждый раз молодое лицо распространял наркотики, распространял что-то, распространял это. Кто это видит все? Мать, отец, все видят. Для этого что ли мать и отец столько вложили в вас, отправили учиться. Мать, отец же свое, что у них есть, снимают себя, последнее вам отдают. Чтобы вы не были хуже в глазах ваших сверстников. Неужели вот это лицо они должны увидеть? В таком виде что ли они хотят вас видеть? Поэтому это такая вещь, на которую я думаю каждый из нас должен внимание обратить и с криком души быть против этого. Не надо оставить, не надо быть равнодушным, если мы видим, что рядом кто-то плохое делает. После выступления спикеров студенты задавали интересующие их вопросы. Подобные встречи, как отмечает руководство колледжа, дают хороший результат. Был студент, группа студентов была, ну как говорят трудные подростки, и я в работу подключала и прокуратуру. Приходили сотрудники прокуратуры, приходили сотрудники Муфтията. Мы беседовали потом отдельно, как же сделать так, чтобы оторвать этих детей от улицы и от удивиантного поведения. Вы знаете, сотрудники Муфтията проделали такую работу, оказывается, что они даже организовали турнир по футболу, турнир по стрельбе из лука. И эти ребята, на мое удивление, диаметрально просто поменялись. И сегодня они тоже в зале сидят, они рассказывают, как они посещали эти мероприятия, за что хочу, конечно, выразить огромную благодарность сотрудникам отдела просвещения Муфтията Республики Дагестан. Хорошее наставление было со стороны Муфтията и взрослых, наших старших братьев, которые нам показали то, что на сторону наркотиков вставать неправильно, и то, что нужно заниматься спортом. Желательно было бы то, что все, кто видели это мероприятие, у кого есть вредные привычки, те от них отстали и выбрали, встали на правильный путь. Вечер Асалам, посвященный подведению итогов работы Доброй газеты, за прошедший год состоялся в Кизелюрте. В мероприятии приняли участие заместитель Муфтия Дагестана Ахмат Магомедов, сами сотрудники газеты, а также распространители просветительского издания. Организаторы отметили особую роль Асалама и ее важность для общества. Отличившиеся работники были награждены благодарственными письмами и ценными подарками. И к новостям спорта. Саид Абдулаев установил рекорд России по строгому подъему на бицепс. Данный спортсмен выиграл всероссийский турнир в Москве. Он занял первое место в этой дисциплине среди юношей 13-19 лет. Результат Абдулаева, выступавшего в весовой категории до 60 килограмм, составил 55 килограмм. Тем самым Махачкалинец обновил рекорд России в этой дисциплине и весовой категории. Это были все новости на сегодня. Всего доброго. До скорых встреч в эфире.